А у нас крыжовник два момента мешает ему жить. Во-первых, он не выдерживает наши зимы, и все, что над снегом, все обмерзает. А второе, он сильно поражается мучнистой рысой, а это наследство вот от этого дикорастущего западноевропейского крыжовника. Потом, позднее, был открыт крыжовник в Америке, на американском континенте, и оттуда был завезен сорт Хаутон. Чем он отличается? Он урожайный, он зимостойкий довольно против остальных сортов, и он не поражается мучнистой рысой. И вот особенно то, что он не поражается мучнистой рысой, и привлекало. И он получил широкое распространение. Мало того, его, конечно, использовали в селекционной работе, чтобы привить вот это свойство сопротивления мучнистой росе. А чем она опасна? Мучнистая роса, это грибное заболевание, оно повреждает молодые стебли, листья и плоды. Вот зеленый финик у нас такой сорт есть, для нас крупноплодный, вкусный. У него плоды могут повреждаться мучнистой росой, это получается сначала вроде беловатый налет, а потом коричневый. Они становятся несъедобными. Вот, потом, по-моему, не то желтый английский, не то золотистый как-то называется. Вот, он тоже повреждается мучнистой росой. И он уже мелковат, например, по сравнению с зеленым фиником. КОНЕЦ